Держим вас, у нашего народа во все времена была возможность выражать свое мнение. Мы всегда обладали историческим правом на проведение массовых собраний и митингов. Но при условии, что такие митинги проходили в раках закона и права, вызывает сожаление, что сегодняшнее руководство оценивает свой рейтинг по количеству людей, пришедших на митинг, подсчитывая нас всех с этой и с той стороны. Количественные показатели не являются объективными, поскольку не отражают действительность, и поскольку люди не готовы выходить на митинг, боясь очередных переворотов. Но при этом крайне отрицательно сегодня относятся к власти, чувствуя себя обманутым. Сложно принимать правоучения от людей, которые вчера ломали, гранили комплексы правительственных зданий, а сегодня выступают в Красте Настапове. Помимо, наши оппоненты часто оперируют датой 27 мая 2014 года. Да, этот день был не самым лучшим в нашей новейшей истории, но не этот день является ящиком открытия Пандоры. А как же события 2004 года, когда с таким же ревеньем была разгромлена администрация президента еще при живом Владиславе? А как же гибель Тамары Платоновой и Шакировых правозащитников? А как нам относиться к людям, которые подъехали к дому Владислава, к дому первого президента, празднуя над ним победы, производя выставленный воздух? Вот с тех пор прошло порядка 17 лет. На протяжении всего этого времени мы, как следствие, пережили события 2014 года, пережили события и волнения 2021 года. После того, что пережили события 2021 года, что происходит на сегодняшний момент? Пытаются надглавить дух авгазского народа, когда с высоких трибун нас убеждают, что мы сами не можем, что мы сами несоставительны. Наш народ прошел через сложные времена, многое выдержало, но несоставительны себя не считают. Что нам мешает сегодня, объединившись, отстаивать наше общее будущее, которое отнимает у наших детей? Вместо этого мы сегодня противостоим друг другу по разные стороны Парта Шинкова. Что нам мешает консолидированно, объединившись, отстаивать вопросы национального характера, такие как продажи недвижимости, энергетики? Не говоря уже об атрибутах нашего суверенитета. Мешает только одно. Мешает, что люди боятся приходить на митинги, опасаясь череды переворотов. Если такой важный инструментарий, как митинг, мы сможем обезопасить, удерживая его в рамках права, мы уверены, что большое количество людей готовы выйти с гражданской оппозиции, которой будет уже десятки тысяч. только так мы можем удержать любую власть от перегибов, которые они себе позволяют. Но даже если мы все объединившись, этого будет недостаточно для того, чтобы жить в свободной, экономически развитой стране с правильными законами и равными условиями для всех. Для этого необходимо провести реформу власти, о которой много говорят, но мало что делают. Каждый президент, приходя во власть, окружал себя временчиками. Без назревшей реформы власти, ограничивающей административный производ, никаких перспектив у страны не будет. Президент недавно ограничил проведение следующих парламентцев выборов, обозначенных на 12 марта. Что это означает? Это означает, что следующие пять лет будут у страны потеряны. Это означает, что следующий созыв парламента будет хуже предыдущего. Если мы это понимаем, если мы это знаем, то мы, как оппозиция, предлагаем перенести выборы не более чем на год, но при условии, что за это время консолидировано вместе со сведоточившим ущерб власти и оппозиция реализуют все реформы в качестве в исполнительной и законодательной власти. Не должны следующие выборы в законодательное собрание должны пройти по смешанной системе с привлечением политических организаций с возможностью провести в парламенте людей из числа специалистов лучших и правильных для страны. Вот вам конструктивная повестка от оппозиции. Если и дальше будет продолжаться такая деградиующая вот канавия в каждом вопросах, то в деле строительства государства у нас не остается никаких возможностей. Времени у нас не осталось и запасно-прочности тоже. Власть не должна быть неограничена ничем. Власть не должна быть только для себя и своего окружения. Власть не должна злоуподгублять административных ресурсов. Не должна пресинковать митинги, которые проходят спокойно, в отличие от времен, когда они были оппозициями. Где каждые 3-4 месяца практически атаковали администрацию президента. За все, что происходит в стране незабываемые всегда ответственны являются власть. Спасибо.